Рыжий, папа! Рыжий, дед! Рыжий, дед! Рыжий с рыжими волосами более чувствительный к ультрафиолету. У них чаще встречаются ожоги. Кстати, чаще, чем у блондинов и брюнетов, у них даже появляются синяки. Это связано с проницаемостью сосудов. Людям с таким цветотипом особенно нужно обороняться от солнца панамами и специальными кремами с высокой степенью защиты. Веснушичатые лица мгновенно сгорают, а волосы молниеносно выцветают на солнце и теряют свою насыщенность. Поддерживать яркость и насыщенность рыжины можно специальными ухаживающими оттеночными шампунями. В таких волосах больше, чем в любых других, цветного пигмента, а потому их очень трудно окрасить. Вместе с этим связано содержание такого микроэлемента, как серы. В серы у них в волосах достаточно большое количество. Содержание серы зависит от этой самой вьющейся структуры волоса. Потому что чем больше серы в волосах, тем больше так называемых сульфидных мостиков. Когда серо-серо соединяются друг с другом, особенно во влажной среде, эти мостики начинают спружинить, и в итоге мы видим с вами кудряшки. Большинство любимцев солнца всю жизнь борются со своей огненностью, но, как правило, безрезультатно. Специалист по коже и волосам подчеркивает, это естественная реакция организма на солнце, и бороться с этим не нужно, да и бессмысленно. Проще найти в такой окраске свою индивидуальность и наслаждаться ей. Дразнили, и сейчас иногда дразнят, но раньше это было очень обидно. То есть раньше мне, если я слышала рыжие, меня сразу бросало в дрожь, мне было как-то не очень приятно, ржавое еще называли. Да. А сейчас мне даже нравится. Сейчас редко, конечно, называют уже возраст, мне то, что там дразнили, что-то такое, но мне сейчас очень нравится. Рыжие люди даже седеют иначе, чем остальные. Сначала их цвет бледнеет, превращаясь в русый, а только потом выцветает совсем. Типичный пример – красноярский художник Василий Слонов. Сейчас, в зрелом возрасте, он рыжим себя не ощущает и относится к своему цветотипу с юмором. Вообще до полового созревания все лицо было сплошная конопушка, а после того, как я познал опыт плотской любви, все конопушки мои исчезли. Яркий во всех смыслах пример огненной наследственности младшая дочь художника Василиса. Она очень похожа на отца, в том числе оттенком кудряшек. Впрочем, и ее морковная яркость с годами будет бледнеть. Такова природа всех рыжих. Про оранжевых и медных людей существует множество мифов. Из-за редкости окраски шевелюры они во все времена были для остального большинства загадочными созданиями – хитрыми, магическими, удачливыми или, наоборот, невезучими. Короче, не такими, как все. К счастью, в наше время все эти стереотипы уже превратились в шутки. А то, что ведьмы, да, я периодически говорю своему молодому человеку, что я его приворожила. Рыжие, зеленые глаза, говорю, мне вообще сжечь надо. В искусстве номер один я, в экономике Анатолий Чубайс, и все реформы мы почувствовали, собственно.